Меня зовут Яков Файн, я уже четвертый год приезжаю в Киев, приезжаю с удовольствием. Я сам из Киева, если кто еще не знает, 23 года живу в Штатах, но в Киев приезжаю всегда с удовольствием. Я являюсь сооснователем двух компаний американских, одна из них Фарата Систем, слева это консалтинг компания, а вторая продуктовая компания. Продуктовая компания занимается автоматизацией работы страховых агентов в Америке. В частности, там есть разные приложения, одно из них, которое вы видите на экране справа, это поиски рейтинга агентов. Это приложение сделано на языке Dart, фронт-энд, сервер у нас всегда Java. И в частности оно занимается тем, что помогает агентам, которые продают страховки. Почему я вам об этом говорю? Это не для того, чтобы вам его продать, вы все равно этим не пользуетесь, но просто есть такой workflow, когда агент приходит к человеку продавать страховку. В частности, у него есть одна из вещей, которую он должен сделать, он должен померить давление и вес. То есть это важно для презентации, потому что я вам буду показывать, как автоматизировать этот процесс с помощью устройств IoT, чтобы автоматически делать такие измерения. Ну и вот, о чем будет эта презентация? Наверняка вы знаете такой термин IoT, Internet of Things. Не знаю, переводите вы или на русский или нет, но много маленьких штучек, сенсоров вокруг нас сегодня и будет еще больше. Программирование для них, судя по всему, очень большая такая область для разработки. В Штатах, даже в Конгрессе, был предложен законопроект, чтобы сделать Америку лидирующей страной именно в этом направлении, в автоматизации IoT. То есть это не просто какая-то группа людей решила, давайте поиграемся, а действительно там очень большой бизнес и, может быть, и для вас там какой-то кусочек перепадет. Но презентация, которую я буду делать сейчас, она более общего плана. То есть вам должно быть это понятно, потому что вы все джависты, вы знаете стандартные технологии. И моя задача будет показать вам один из примеров, ну, собственно, как мы попробовали брать устройства, которые можно купить в магазине. У нас, по крайней мере, продаются недавно. И как их можно вмонтировать в свой бизнес-процесс, в свое приложение, используя стандартные протоколы. Типа, ну, архитектурный стиль, это не протокол, REST, скажем, протокол WebSockets, авторизацию с помощью OAuth. То есть это стандартная вещь. То есть моя задача вам просто показать идею, и если будет новое устройство выходить на рынок, а у вас есть приложение, в котором некое устройство полезно, чтобы вы могли примерно так в свое приложение встраивать это устройство. Ну и вот, вот я здесь написал, что один подход я вам покажу. Не значит, что это единственный, но вот так мы сделали, и оно работает. Я вам покажу демо, по крайней мере, попробую, если интернет не подведет. И делаю такой короткий обзор технологий REST OF WebSockets. В 90-е годы я уже занимался вот этой штучкой. Это public phones, это публичные телефоны, которые были. Я вижу, что и здесь их уже давно нет. Но когда-то они были, их можно было купить в свой бизнес, например, в пиццерию, поставить, и люди пользовались телефоном, и хозяин просто получал какие-то проценты от того, что телефон стоял. Я тогда писал приложение, это была телефония, чтобы не отправлять техника на проверку, может быть, трубку отрезал, а может быть, там полный этот ящик монеток забрать. Эти телефоны там имели специальный такой смарт-чип, и они посылали сигнал. Это был 97-й год, я думаю. То есть, в принципе, это то же самое. Мы декодировали эти сигналы и смотрели, ага, этот ящик еще пустой, нечего туда человека отправлять. Но, в принципе, это и было фактически IoT. Internet of Things. Things – это сенсоры, реально. Просто сейчас они более крутые, конечно. Но вот, например, через два месяца в продаже появляется такое устройство. Это спектрометр. Вы сможете его взять, поднести к любому предмету, например, в данном случае к яблоку, или, скажем, к какому-то химическому составу, или к куску мяса, или к лекарству. И она отправляет сигналы на сервер, проходит там анализ, и вы получаете информацию о том, что находится в этом продукте, например. Это спектрометр такой. 250 долларов стоит. И, если вы хотите быть разработчиком, есть другой набор, там, по-моему, 450. Но я к чему веду? Что выпускается устройство, к нему дается API, что нам, программистам, интересно. Ну, и, например, следующего поколения уже вот эти Internet of Things – это так называемые stretchable wearables. Выглядит как татуировка, реально. То есть наносится на кожу, залечивает раны. Ну, я не кашпировский, конечно, но вы понимаете. Вот. Анализирует сердце. Ну, в общем, много всего. То есть туда все идет. Я опять же к чему говорю, что на это надо смотреть. Stretchable wearables. Если вы сделаете поиск по Epidermal Electronics на Гугле, то вы найдете эти статьи. Ну, и вот что такое a thing. Некто выпускает какую-то штучку, и к ней обычно идет API. То есть если вы зайдете на любой сайт любого устройства, то есть где-то там внизу будет ссылочка для девелоперов. Для нас, то есть. А там будет API. Будет расписано, как можно добираться к данным, которые это устройство собирает на сервер. Ну, и какой типичный такой workflow. Если у вас есть некое устройство. Наверняка у вас были у кого-то вот эти, знаете, bands, которые там шаги считают, да, как вы спите. Вот такая. У меня было две штучки. Когда-то первую я потерял, вторую съела моя собака. Сейчас я уже примерно знаю, сколько я хожу. То есть это не надо. Но идея одинаковая. Идея одинаковая. У вас есть какое-то устройство, которое вы купили вот слева. Квадратик внизу. У вас есть какое-то приложение для вашего телефона. Да? И, скажем, это устройство общается с вашим телефоном. Может быть, Bluetooth. Да? Дальше. Ваше приложение, которое установлено на вашем телефоне, общается с сервером этого производителя, который эту штучку сделал. Вот. Ну, вот такой, в общем-то, такой подход. Устройство может общаться с сервером, ваш телефон может общаться с сервером. Бывает по-разному. Что хочу я сказать, что между устройством и вашим телефоном обычно Bluetooth. Между устройством и их сервером неизвестно что. То, что они хотят. Можно, конечно, пойти и начать изучать, как на низком уровне программируется данное конкретное устройство, как оно разговаривает с их же сервером. Но это, то есть, нельзя объять необъятное. И мы решили не идти в эту сторону, не изучать эти протоколы конкретных устройств. Мы решили на более высоком уровне, как я уже сказал, использовать стандартные вещи, которые мы все знаем, понимаем. Ну, вот сделали мы такое, как POC, Proof of Concept, чтобы попробовать интегрировать устройство. Вот конкретно мы пару попробовали. Одно из них весы напольные, которые с Wi-Fi. Они у нас уже продаются много лет. И вы становитесь на весы, идет сигнал. И ваши данные о весе и прогрессе веса сохраняются на сервере. Можете залогиниться и всегда посмотреть. Или вот этот, это аппарат для измерения давления. То же самое, он Wi-Fi, enabled, есть приложение. И когда измеряется давление, вы себе измеряете давление просто, и данные уходят на сервер. Можете сюда опять же залогиниться, к этому приложению посмотреть свои данные, как у меня было давление тогда, сегодня, вчера и так далее. Вот, то есть мы вмонтировали в наше приложение и весы, и вот этот аппарат. Весы я сюда не привозил, аппарат привез. Но опять, если интернет не подведет, то я вам покажу. Задача была какая? Сделать стандартный лейер. Не знаю, как это. Ну, вы знаете, что такое лейер. Слой, да. Программного обеспечения у нас в компании, чтобы все шло через нас. Подключили эту штучку. Пусть идет не напрямую, пусть данные наш сервер собирает. С этого устройства. Представьте себе, что человек, который, он называется у нас парамедик, который должен продавать страховки, он ходит, ездит по клиентам. У него вот есть такое устройство. Он приходит там кому-то и говорит, давайте проверим ваше давление. Давление автоматом должно уйти куда-то на сервер. Но мы должны об этом знать, если мы занимаемся автоматизацией страховки, например. То есть наш сервер должен стоять посередине. То есть мы хотим его монтировать посередине. Java стабильно, как никогда, процветает. Кстати, поздравляю вас с 20-летием Java. И все в порядке с Java. То есть на Java можно это все делать. Все технологии известны там. И вот устройства, о которых я вам говорил, вот их картиночки. Вот эти весы компании Fitbit, но опять же их есть разных компаний. А монитор этот компания iHealth Lab. И вот посмотрите на эту форму. Опять же, это из нашего workflow. Если агент приходит, он может вручную заполнить эту форму и сказать, можно я тебе померю давление, можно ее записать. Но, как вы понимаете, может кто-то захочет решить вопрос, если давление у меня высокое, за небольшую мзду я могу написать пониже. Правда? Чтобы страховка была пониже. Мы хотим это убрать. Это не только за мзду, а мы хотим убрать вероятность ошибок. Человек может ошибиться. То есть идея какая, чтобы измерение давления автоматом попадали в эту форму. Эта форма может быть запрограммирована, естественно. Человек измерил давление, потом появились вот здесь уже циферки. Вот это было бы неплохо. Ну давайте посмотрим типичный такой workflow. Я использую пример вот этого, этот бенд, который на руку одевается. Но в принципе оно одинаково. Компания Fitbit у меня в частности была. Вот если такой вот на руку одевается штучка, тут Bluetooth, либо с iPad, iPhone, Android, либо через этот dongle с вашим компьютером. И вот на их сервер, на это устройство идет сигнал. Какой протокол XYZ я не знаю. И честно говоря, не хочу знать. Потому что я не могу изучить все протоколы возможные. Я не хочу. А что же я хочу? Давайте посмотрим. Теперь я хочу сделать свое приложение, свой фронт-энд какой-то. Например, веб-приложение. Где будет какое-то поле, где должен появляться вес. Откуда берется вес? Человек встал на весы, сигнал пошел на тот сервер, на их. Мы потом эти данные приняли к себе в приложении и показали на экране. То есть мы ставим наш сервер посредине. Наш сервер. Стандартные протоколы. Еще раз. То есть, например, наш сервер все время будет делать полинг вот этого сервера, который сделал эту штучку. Есть данные, есть данные, есть данные. Иногда вот эти производители устройств могут дать вам вариант подписки, subscription. То есть не надо делать полинга, вы можете, может быть, они вам дадут веб-сокеты какие-то или какой-то другой механизм месседжинга. Но факт тот, что мы ставим сервер, который будет опрашивать их сервера. Если данные есть, мы раз их показали у себя на экране. Как только данные пришли на наш сервер, мы должны каким-то образом сделать push на фронт-энд. Но опять же, фронт-энд может делать полинг, но здесь как раз неплохо бы использовать веб-сокет, который позволяет инициировать сервер сайт push. То есть это делается проще. Потом появляется второе устройство в магазины, завезли, как говорится. Совсем другой вендор. Первый был fitbit.com, а потом мы купили этот монитор, и это iHealthLab.com. То же самое, пошли к ним, посмотрели на ссылочку для developers, API какой, REST, как авторизация делается, OAuth. Подписали, прикрутили. Появится еще какое-то устройство в следующем году, которое я не знаю. Мы его таким же макаром прикрутим. Как вообще делается такая прикрутка? Если мы решили или вы решили писать приложение для некоего устройства, то что нужно сделать? Нужно зайти на этот сайт, на ссылочку для developers и посмотреть, какая процедура. Какая бы ни была конкретная процедура, наверняка там будет написано. Заполните форму, скажите, что вы собираетесь разрабатывать, какой у вас URL вашего приложения. И мы посмотрим на него. Если нам оно подходит, если вы там не какой-то там порно-сайт делаете, то мы вам выдадим что? Мы вам выдадим специальный секрет, это называется. Вот, секрет и специальный ключ для вашего приложения. Ну, типа, знаете, как мы вводим ID, пароль, а там будет секрет и ки. Каждый вендор, каждый производитель даст нам вот такую парочку для нашего сервера. То есть, смотрите, наш сервер будет коннектиться к каждому из этих приложений, используя вот эти вещи. Это хранится на сервере, не на клиенте. Есть разные workflow для вот этого, то, что называется Outh. Я вам покажу более детально. Но, в частности, мы используем тот, когда это все хранится на сервере. Естественно, остаются эти телефоны, которые продолжают разговаривать с сервером вендора. Там мы ничего не трогаем, нас это не интересует. Нам надо, чтобы наш сервер тоже мог говорить с их сервером. Вот и все. Ну, и теперь давайте попробуем сделать такую штучку. Я сейчас покажу обратно. Мне нужен какой-то один человек, который готов прийти сюда, чтобы я ему померил давление. Есть ли у вас добровольцы один? Кто не боится? Пожалуйста. Вот человек в красной футболке. Сейчас мы попробуем. Во-первых, я должен убедиться, что у меня есть еще интернет. Если демо не пойдет, значит, вините интернетчиков. Значит, что мы сделаем сейчас? Я сейчас вам одену рукавчик. Так, ну, начинается. Ни с кем я не договаривался, ребят. Я вас сейчас специально сделаю что-то так, чтобы оно не получилось, чтобы вы знали, что это не подсадная утка. Так, вот это устройство. Видите, горит синяя штучка. Говорит о том, что она подключена к моему телефону через Bluetooth. Одевайте эту штуку сюда. Это не больно. Расслабьтесь. Так, теперь смотрите. У меня приложение установлено на моем айфоне. Вот вы его видите на экране вот сейчас. И нажимаю на кнопочку старт. Сейчас должно. Сейчас должно. А, я не там нажимаю. Я нажимаю на экране. Здесь. Она даже пальчиком на телефоне. Извините. Чувствуете? Пошло. Пошло там качать ему туда. Пошло. Вы уверены, что вы не боитесь свое давление показать народу? Уже посмотреть поздно, там видеозаписи. Останавливать не буду. Это может быть из-за волнения. Кстати, я все перепутал. Боюсь, что сейчас опять ничего не получится. Что я перепутал? Да, нет, нет. Нет, не в этом дело. Я должен был запустить свое приложение. Нет, не это, а вот это приложение. Сейчас я его сделаю побольше. То есть, вот приложение небольшое. Небольшое приложение. Вот есть место, где... Это мы написали, естественно. Вот есть место, где надо зарегистрировать приборы. Это то, что я не сделал. Я должен был сначала... Уже не давить или еще там? Нет, я не говорю, что можно терпеть. Должно спустилось, да? Нормально, да. Хорошо, сейчас. Может быть, еще раз попробую. Значит, задача какая? Я должен зарегистрировать устройство. Вот представьте себе, что это мое приложение. Оно просто упрощенное. Я должен зарегистрировать устройство. Вот хочу зарегистрировать вот этот iHealth, это монитор, а второй это для весов. Она мне говорит, за логинс, это я как юзер. Когда мы покупаешь такое устройство, естественно, у вас есть юзер аккаунт и порой. Так, прошло. Эта часть прошла. Вернулись сюда. Теперь я говорю, хочу автоматически собирать данные. Сейчас сделаю вот эту штучку. А теперь она мне говорит, выбери устройство из зарегистрированных. Ну вот у меня вот этот монитор, я его только что зарегистрировал. Давайте еще раз попробуем, померяем давление. Кстати, оно может быть другим. Вообще, когда меряется давление, они хотят, чтобы люди меряли давление три раза. Потому что понимают, что устройства могут быть... А вы не видите его, что я? Что устройства могут быть неточные и так далее. Издеваются, да? Лучше стало, видите? То есть можем. Можем. Давайте посмотрим все-таки, придумано или нет. Еще раз говорю, может быть сейчас сбой. Вот там, где waiting for data, она должна показать устройство. Есть ли интернет работает? Сейчас подождем 20 секунд. Вот сейчас, в этот момент, наш сервер пытается разговаривать с их сервером. Данные я же мерил на телефоне. То есть телефон через интернет должен поговорить с их сервером. А вот наш сервер, с которым я сейчас разговариваю, теперь он тоже должен оттуда взять, но, видите, это не получилось. Я все-таки попробую одну вещь. Я попробую рестартовать наш сервер. Одну секунду. Я вообще билд сделаю новый. Там все автоматизировано. Давайте, пока я делаю этот билд, это уйдет секунд 15, я вам все-таки продолжу рассказывать. Итак, что такое OAuth-протокол? Идея в чем? Идея в том, что всегда нужно каким-то образом сделать authentication и authorization. Authentication – это убедиться, что вы – это тот, за кого вы себя выдаете. Что вот мой user ID, вот мой пароль. Это authentication. Authorization – это то, что я выдаю себя за себя, это хорошо, но что я могу делать? Я, может быть, могу делать ограниченное количество вещей. В принципе, authentication и authorization – это самый хороший пример, который, ну, по крайней мере, в Америке он хорошо проходит. Сейчас проверим на Украине. У нас есть такое понятие, когда вы приезжаете куда-то на паркинг в машине, вы отдаете машину парковщику, и у нас есть в определенных машинах, есть такой специальный ключ двойной. Маленький ключик вынимается из большого, и можно бородачок закрыть. То есть вы даете парковщику больший ключ, он может парковать машину, но вот этот бородачок, он не может открыть. Есть у вас такое уже? Ну да, я только что был в Москве, у них тоже не прошло такая аналогия. Но суть ее в чем? Это дать ограниченный доступ. Дать ограниченный доступ. И когда вы заходите на какие-то сайты, и написано, хочешь залогиниться с Facebook-аккаунтом, хочешь залогиниться со своим Twitter-аккаунтом, вы же попадаете, правда? Это означает что? Что вам разрешают залогиниться, но вы не дадите им свой пароль. То есть они не смогут зайти, как вы, на Facebook и делать все, что вы хотите. Давайте теперь, то есть мы рестартовали приложение, давайте теперь попробуем сделать третий раз. Итак, я захожу сюда. Остарайд. Да, тут произошел рестарт. Так, теперь что мы делаем? Мы говорим, что хотим делать автоматическое. Выбери устройство. Сейчас сделаем третий раз. Если не получится, тогда перестану вас мучить, но у меня есть сувенир. Ну хоть давление узнал человек. А так, живешь-живешь и не знаешь. Какое было в прошлый раз? Какое было в прошлый раз? О, стало еще лучше. Вот человек посидел. В хорошей атмосфере, на стульчике. Нет, нет, все, снимайте. В любом случае, вы снимайте. Спасибо большое. За это вам сувенир. У меня вышла свежая книжка по джаве. Пожалуйста. Так. А еще? Что? Нет, уже не надо. Да. Так, ну не приходят данные. Не знаю, что получилось. Может быть, интернет слабый, может быть, что. Но, в принципе, обычно здесь появляется там, где waiting for date, а там появляются две циферки, точно такие же, как… Ну, в данном случае должно было быть 122 на 77. Я все-таки продолжу с своим докладом. То есть, что получается? Я переключу сюда, если все-таки оно потом придет. Если медленно, я проверю. То есть, что получается? Как это все должно было бы работать? Сейчас поговорим о технологиях, которые мы использовали в этом демо. Первое. RESTful Web Services. Второе. Атентикация с помощью этого OUS протокола. Сейчас я вам подетальнее расскажу об этом. Веб-сокеты для того, чтобы данные должны были происходить, пуш сюда мне на фронт-энд. Фронт-энд в этом случае был написан на языке DART с компиляцией в JavaScript, задеплоен как JavaScript. Data Exchange. Данные приходят как JSON, стандартный формат уже фактически. На бэк-энде у нас была Java и Spring Boot, то есть автоматически запускалось все, запакованное в одну такую коробочку. Build Automation, Gradle мы использовали. REST API, как мы использовали. То есть в этом приложении мы использовали спринговскую версию, но в принципе я буквально быстро очень покажу слайды, как это делается в Java и как мы это делали в спринге. То есть, когда мы регистрируем наше приложение с этим вендором, они нам говорят URL. К чему надо, чтобы наше приложение коннектилось? В данном случае такой-то был URL. Мы сделали приложение, мы дали ему такое имя, соответственно аннотации должны в нашем драмском коде иметь такое же имя. И вот это мы получили от них, high health, и BP – это значит blood pressure, то есть давление. На сервере, соответственно, мы написали приложение вот с такой аннотацией, которая вот соответствует здесь, да, это приложение. Вся конфигурация сейчас делается в Java и вот таким образом. И path, то есть мы сделали end point, REST-овский end point. Соответственно, видите, вот здесь IoT, поэтому наше приложение запущено. Здесь написано iHealth, поэтому наш класс, то есть раутинг пойдет, контроль пойдет на наш класс, на iHealth. Дальше вот этот суффикс BP, и если у нас делается getRequest, то, соответственно, мы попадаем на этот метод, скажем, getBloodPressureData. Это стандартный Java и end point, как делается, наверняка вы это знаете. На спринге нечто похожее, если вы решили писать на спринге. То же самое. Нужно дать вот этот вот кусочек из URL, то есть аннотацию над классом value.bp, соответственно, да, и что он будет выдавать, JSON будет выдавать. То есть на спринге очень похоже. То есть как делаются реквесты. Теперь давайте поговорим об этом протоколе OAuth все-таки. Каким образом делается авторизация? Я уже сказал, что authentication – это вы тот, кого вы себе выдаете, и authorization – что вы можете делать? Идея в чем? Когда вы интегрируете вот эти устройства, в данном случае, вот этот человек, который ходит, измеряет давление, он купил это устройство, ну или его компания, и он является юзером. То есть он имеет право, естественно, видеть только данные, которые были сняты у вас с этого устройства. Мы не можем допустить, чтобы он видел какие-то чужие данные о давлении. Правда? То есть в этом идея – ограниченный доступ. И какие players, какие участники этого процесса? OAuth – это тот протокол, который позволяет, ну опять же я уже говорил, все эти фейсбуки, твиттеры, которые имеют сервер, OAuth сервер, authorization сервер, и какие players, user, ну допустим, человек, который хочет пользоваться приложением. Второе – client application, которая хочет добраться к юзеровским ресурсам. Что такое client application? Вот это слово client, оно немножко такое misleading. Ну, конечно, client, но не думайте, что это человек. User – это человек, а client, в данном случае то приложение, которое мы написали, вот это у нас, в нашем случае наш сервер, является клиентом для этого authorization сервера. То есть наше приложение является клиентом. Дальше, должен быть где-то сервер с юзеровскими данными. В данном случае компания, которая сделала этот монитор, они хранят данное давление у себя на сервере. И сервер, который будет делать авторизацию. OAuth сервер. Вы с этим сталкиваетесь повседневно сегодня. И тут есть варианты. Этот сервер, который делает авторизацию, он может быть либо у компании, которая сделала устройство, они сделали свой, либо они вам могут разрешить логиниться через кого-то. Как я уже говорил, Facebook, Twitter и так далее. То есть вы наверняка видели такую картинку за логин в системе или с этим. Когда вы видите такую картинку, о чем она говорит? Она говорит, что данное приложение, которое эту картинку вам показало, умеет работать с OAuth серверами Twitter, Facebook, Google и LinkedIn. Это значит, что они говорят, вы можете делегировать authorization одному из этих крупных компаний с сервером. И что получается? Они говорят, мы маленькое приложение, мы не можем сделать для себя мощный, серьезный authorization сервер, но мы можем пользоваться этим. Либо они говорят, у нас есть свой, пользуйтесь нашим. Но идея в том, что делегация идет, делегирование на authorization сервер. Дальше, наверняка, вы попадаете куда-то, где вам показывают такой экран. И когда вам предлагают authorization через какой-то, они вам всегда говорят, если вы согласитесь, что их приложение будет делать, на что вы даете разрешение. Я не знаю, читаете ли вы внимательно или нет, я читаю всегда. Вот я был, скажем, в Москве месяц назад на конференции, был в театре, решил приконнектироваться к Wi-Fi там. Там сразу же раз мне вот это, экранчик, ну я-то понимаю, что они хотят, я читаю. Вот внизу это good, то есть они говорят, мы, то есть залогинься с чем-то, а собственно это не в театре, это заголовок, извините, я уже картинку поменял, это уже не в театре, это я взял уже другое приложение. Write Relevance, некое приложение. Они говорят, мы сможем твои месседжи читать, мы сможем видеть ваш твиттеровский пэсфорд, вернее, извините, не сможем, не сможем читать месседжи, не сможем. Но с другой стороны, они говорят, что они смогут. Они говорят, мы сможем читать твои твиты, это нормально, мы сможем узнать, кого ты фоллов, но они пишут, мы сможем твой профайл апдейт, мы сможем твиты постать за тебя. Это уже нехорошо, сижу себе я, и тут смотрю, что вроде бы как я твиттер, а я-то ни с новым недухом, понимаете? Вот это те вещи, на которые вы должны обращать внимание. То есть они говорят, дай нам ограниченный доступ, не весь. То есть что хорошо здесь? Я им не даю свой пароль на твиттер, они его не знают, правда? Вот. Но кое-что они хотят, и вот это кое-что вы должны сюда читать. И как это работает? Я вам приведу пример с автомобилем. Вместо того, чтобы просить у этого сервера ваши секретные ID и password, они делают такой токен. То есть, скажем, твиттеровский authorisation server, твиттеровский authorisation server проверит, что вы это вы, и вернет такую закодированную штучку, токен. По этой штучке их приложение не сможет узнать ваш пароль. Понимаете? Вы никому его не рассказываете, но вы разрешаете, чтобы токен сформировался для вас. Вот. И этот токен может работать в двух режимах. Режим номер один. Это если приложение у вас на клиенте, никакого сервера нет посредине вашего же, а вы хотите все-таки пользоваться авторизацией чьей-то. Это первый режим. Мы им не пользовались. А мы пользовались вот вторым вариантом. Наше клиентское приложение находит, реально это наш сервер. Наш сервер – это клиент для OOS провайдера или OOS сервера. А еще есть юзер. Еще раз напоминаю, есть юзер, есть клиент, клиентское приложение, есть authorisation сервер и есть сервер с ресурсами, с данными вашими. Ну вот, эта картинка показывает весь workflow. Давайте сейчас быстро по ней пробежимся. Что происходит? Когда мы зашли на GUI, вот на эту аппликейсию, давайте-ка я проверю все-таки, может все-таки данные пришли? Нет, не пришли. То есть, когда наша GUI подключается к нашему же серверу, где наше приложение установлено, идет первый authorisation request, ресурс оунера. Можно я зайду на ваши данные? Это идет типа первый реквест. Ресурс оунер говорит да. На самом деле, если вы обращали внимание, я пытался залогиниться к этому устройству сначала. Это первое. Второй говорит, второй реквест уходит, говорит, ну дай мне грант, разреши мне authorisation. Вот с этого сервера. Вот этот сервер, это может быть их собственный, это может быть твиттеровский, фейсбуковский и так далее. То есть, идет первый, вот этот желтенький, это на самом деле первый author сервер. Мы говорим, дай мне грант на authorisation. Они дают вам токен. И вот теперь этот токен на ваши следующие HTTP реквесты, он будет встроен в ваши HTTP хедер, и он будет все время ходить туда-сюда, туда-сюда. Более того, этот токен имеет короткое время жизни, какое короткое вы сами установите, скажем, через 10 минут он expire. И тогда есть второй механизм, так называемый renewal токен. Если первый токен expire, автоматически renewal будет запрошен. То есть, вы получаете токен, и дальше уже этот токен все время гуляет между вашим приложением и данными. То есть, уже данные мы читаем, и токен проверяется постоянно. Вот такой workflow. Ну и теперь давайте я сейчас детально вам покажу, как этот процесс все-таки проходит. Итак, моя компания, ну или вы, которые захотели сделать приложение, должны зайти к вендеру на сайт и зарегистрироваться. Я пишу такое приложение, вот оно, и вот страница, куда надо делать redirect. Это важный момент. Redirect URI. Когда говорите, я хочу, чтобы вы проверяли мое приложение, вы должны сказать, если человек правильно ввел credentials, тогда делайте ему redirect на нашу чудную страничку. Если он сделал ошибку, вот на эту страничку, где будет написано дорогой друг, неправильно. Все произошло нормально, мы получили client ID and the secret. Эта процедура делалась один раз для вашего приложения. Дальше. Моя компания строит приложение. Построили там, читаем, как надо писать, какие у них endpoint и так далее. Все сделали. REST, как правило, сегодня это REST. Дальше. User. User, у которого есть устройство с данными, он открывает мое приложение, заходит на сайт, например, или если вы пишете для телефона приложение, заходит на ваш application и логинится. В этот момент, когда он логинится, еще никаких OOS серверов нет. Он логинится, как он бы логинился и без моего приложения. Он должен знать это. Это еще пока не OOS провайдер. А вот на следующем этапе наше приложение уже строит длинную эту строку HTTP request. И давайте посмотрим, что в нем есть. Вот это уже начинается разговор с OOS сервером, социализирующим сервером. Что же происходит? Мы, естественно, мы прочитали у них документации, где находится у них OOS сервер, его domain name.com, к примеру, path, может быть, порт какой-то, дальше. Client ID, я написал 1, 2, 3, это то, которое мне дали изначально, когда я регистрировался, и redirect URI. Кстати, redirect URI я тоже заполнял, когда я изначально на форуме, я им сказал, вот он, redirect URI. То есть я им говорю, вот он я, мое client ID, вы же мне его дали, вот он мой redirect URI. Для чего это дается? Чтобы сервер OOS сервер тоже проверил, что я не обманываю, что это действительно не только мое ID, но еще и тот же самый URI, который я изначально заказывал. Дальше, какой response type? Что ты хочешь? Есть два варианта, в зависимости от того, на сервере, с server to server у вас идет или с клиента идет. Просто пишите слово, код в данном случае, так как мы на сервере находимся. Дальше, scope, вот это то место, где вы просто перечисляете через пробел все, что вы разрешаете юзеру. Обратите внимание, я для примера написал имейл и юзер лайкс. То есть, я могу читать имейлы, к примеру, если я иду через ваш гимейл аккаунт, я могу посмотреть список ваших контактов в имейле, или там, если я иду через твиттер, я могу еще юзер лайкс смотреть, кто там вам лайки поставил. Вот здесь вы даете authorisation, разрешаете, вот параметр scope, это то, что вы разрешаете делать, человеку, у которого будет этот токен. И есть еще одна вещичка state. State это такая необязательная вещь, но она важная вещь. Это число, которое вы генерируете сами. Для чего? Сейчас я вам расскажу через минуту, но пока запомните одну вещь. Вот это число, которое вы сгенерировали, ваше приложение сгенерировало, оно будет уходить всегда на OOS сервер и всегда возвращаться неизменно. Для чего это надо? Есть такая такие атаки, которые называются cross-site request forgery. Это когда кто-то пытается украсть ваш доступ. То есть, скажем, кто-то сделал свое предложение, зарегистрировался со своим authentication сервером, вы залогинены, скажем, к этому устройству, пытаетесь сделать реквест, он перехватывает ваш реквест и вам отправляет свой токен. Понимаете? Чтобы этого не было, вы изначально делаете, генерите какой-то state. Это может быть любая штучка, которую трудно угадать. Ну вот, там я написал что-то, да? И когда я буду ходить на свой сервер, OOS сервер, то он мне ее же и вернет, правда? А если этот враг воткнулся и пытается меня залогинить со своего сервера и на свой OOS сервер, естественно, он не знает это число, правда? То есть, каждый раз, когда я буду получать ответ на следующем шаге, на следующем шаге я получаю ответ, я должен всегда сравнивать. То, что я отправил, тоже мне и пришло число. Итак, после этого запроса первый раз я говорил дай-ка мне код, пожалуйста. Я получил код и обязательно сравнил стейты, что меня никто не подставляет, никто мне ничего не украл. Мне дали временный код и я делаю еще один запрос с этим кодом, а вот теперь я уже говорю дай мне токен. Вот посмотри, вот теперь и только теперь на предыдущем шаге я не давал моего ни client ID, ни secret, а вот теперь я говорю вот тебе мой client ID, вот тебе мой secret, вот тебе временный код, который ты мне только что дал и вот redirect your eye, куда перенаправить контроль, если если все будет хорошо, человек залогиннился. Ну и все, вот с этого момента с этого момента вы можете пользоваться. И вот этот authorization token постоянно находится в HTTP хедере. Он нет, он на время жизни, ему дается expiration time, если он он дается вам на 10 минут, хотите, если вы считаете, что у вас никто ничего орать не будет, дайте ему на сутки. Как только expiration time проходит, вы можете заказать, чтобы вам он давал, как я уже говорил, refresh token, другой тип токена. Как только ваш вопрос не видит, что ваш token expired, она берет этот refresh token и говорит новый request, вот тебе refresh token дай мне свеженький. И опять свеженький вам на 10 минут есть. Вот так, ну вот тут на этом слайде как раз написано, вот только что, что я вам рассказал, refresh token. Ну и вот все-таки я буквально два слова скажу, может быть вы это знаете, может быть нет, но мы приложение использовали, поэтому я скажу. Про web socket, протокол. Хорошая штука, мы пользуемся уже этим давно и активно. Чем это хорошо? Обыкновенный web, обыкновенный rest request, это не только rest, а HTTP обыкновенный, это request response модели. Я тебе request, ты мне response. Есть одна коннекция, по крайней мере сейчас, когда будет HTTP2, будет другое. Пока есть одна коннекция. Эту одну коннекцию используется и для реквеста или для респанса. Представьте себе такой узкий мост через речку, по ней может пройти одна машина только или в эту сторону или в эту сторону. То есть надо ждать. Это half duplex, полу-дуплекс. А web socket это bidirectional. Это значит, что две машины бегут в другую сторону. Это хочет клиент сделать, начнет подправлять данные, хочет сервер. Нет понятия, как request-response. Кто хочет, тот инициирует отправку данных. Причем по одной коннекции бегут данные туда и сюда. Что еще очень важно, что нет огромного overhead. Вот когда вы делаете HTTP request, у вас что получается? У вас какую-то мелочь вам надо, но к ней идет грузится там 200-300 байтов HTTP request, эта мелочь ушла, ответ пошел HTTP response, еще 300-400 байтов. Вот если вы посмотрите например на такой Ajax request, Google, цены на стоки, вот эта циферка допустим 113.08, она мигает. Люди смотрят, о классно, мне делается пуш, 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 кто-то купил, цена изменилась, или это на ebay, ну где-нибудь такое. Вам кажется, что идет сервер-сайт push, а на самом деле push не идет. Это HTTP у них делается, и это можно посмотреть, вот здесь я показываю, если просто открыть менюшку Google Developer Tools, вы увидите, что бежит по сети, по проводам. Вы увидите, что делается по сети, get post, get post, дай мне данные, дай мне данные, и данные посмотрите. У вас будут мигать только вот эти циферки, а посмотрите на эти размеры. Видите размер, 359 байт, это в сжатом виде, а когда она распакует, это вообще 617 байт бежало, 718 и так далее. Посмотрите, какой overhead идет с каждой мелочью. Представьте себе тысячи пользователей, то есть нагрузка на сеть очень серьезная. В веб-сокетах этого нет вообще, вообще нет. Как он работает, как работает веб-сокет? Изначально идет запрос HTTP-шный, обычный, и в нем идет запрос на апгрейд протокола. В хедере есть такой параметр апгрейд, и если сервер поддерживает веб-сокеты, то он разрешит апгрейд. С этого момента никакого HTTP нет в помине. Что от него осталось? Только порт 80-й или 443-й, если это secure. Что получается? Все компании, которые открывают какие-то порты, как правило, они никогда не закрывают 80-й порт или 443-й. И веб-сокеты бегут через ниже. То есть вам не надо ничего специально просить ни у кого. Это стандарт, поддерживается всеми. Но единственное, что через этот порт у вас теперь машины бегут в обе стороны. И это binary протокол, и не совсем так, не будем говорить. То есть это байты бегут туда и сюда, и нет overhead практически. Там два байта всего-то. Всего. Вместо этих 600 байт, как вы видели только что, там всего два байта. Более того, не делается бесполезный полинг. Есть у тебя что-то для меня нет. Есть? Нет. А может сейчас есть? Нет. А сейчас? Нету у меня ничего для тебя. А вот с веб-сокетами я делаю пуш сервера только тогда, когда у меня действительно что-то есть. Понимаете? Плюс нет overhead. Вот так это работает. Какие сферы применения веб-сокетах? Их море. Ну, например, это real-time trading. Да, финансовые какие-то приложения, надо делать мгновенный trading. Пожалуйста. Какие-то спортивные события, нужно notification делать, какие-то там аукционы, медицинское оборудование, если стоит и вы хотите им управлять. Вы не хотите отправлять медленный request через медленную коннекцию и много байтов. Чаты, конечно же, игры, когда много игроков играют онлайн. Надо быстро и минимум данных отправить. Это все работает. И вообще любое приложение, которое требует data push с сервера, чтобы сервер организовал push. Вот. Я уже сказал, что как это происходит. Во-первых, это стандарт. И в Java тоже. В JavaScript давно это стандарт. То есть JavaScript, например, отправляет запрос как клиент на апгрейд. Сервер отвечает да, ready state one. Все, с этого момента. Посмотрите, этот примерчик на JavaScript клиента. Четыре функции запомнить. Что ты хочешь делать, когда открывается connection? On open. Делай то-то. Все. А что ты хочешь делать, если месседж приходит? Делай то-то. А что ты хочешь сделать, если закрывается коннекция? Делай то-то. А если ошибка произошла? Делай то-то. Все. А если ты хочешь send request? Вот внизу я написал. Он уже есть, ничего не надо устанавливать, никаких фреймворков на клиенте. Все есть. Просто пишите ws send hello server. И он пошел, допустим, на сервер. Или с сервера вы можете это сделать. Стандартизованно, начиная с Java E7, эта поддержка WebSocket является стандартом. То есть, что это значит? Что все сервера, которые Java E7 compliant, они это поддерживают. И дается вам два API. Java E7 хочешь, пользуйся аннотациями. Точно так же. Напишите любой plain old Java object. Назовите его как хотите, не надо ничего наследовать аннотациями, только пометьте его. Сам класс пометьте как server endpoint, а методы, которые вы хотите, чтобы вызывались on open, on close, on message и так далее. Просто над каждым напишите вот такую аннотацию. Очень просто. Это первый вариант. Второй вариант. Хотите не пользоваться аннотациями, тогда надо наследоваться из этого класса endpoint, но дальше то же самое. Тогда вам придется override делать метод on open, on message и так далее. Вот. Ну и вот на сервере, например, посмотрите. Если кто хочет посмотреть более детально вот этот пример, у меня блог есть, мое имя .com я написал детальный блок, как делать push, например, многим клиентам одновременно инициируя сервер. Вот посмотрите на этот пример. Я написал вот такой server-side endpoint на java. Я сказал hello, пометил его, service endpoint hello, это значит, что если будет приходить request, в URL, которого будет такой фрагментик hello, то значит контроль попадает на вот этот класс. И что я смотрите написал, я назвал метод поприветствую клиента. Я его пометил как onopen. Что это значит? Что как только любой клиент откроет коннекцию со мной с сервером, этот код на сервере, мгновенно этот метод вызывается, а я что-то делаю. А что я делаю? Посмотрите, метод будет не просто вызываться, а мне сервер как аргумент даст ссылочку на сессию. Сессию вот этого соединения с этим конкретно клиентом. И get basic remote это значит дай мне пожалуйста ссылочку на этого клиента. А ведь их может быть тысяча, правда? А вот мне надо этот конкретно. И я ему пишу send text hello stranger. Очень просто. Более того, что интересно, когда ваш метод onopen получает вот этот session object, в нем находится информация по всем клиентам, которые приконнектились. То есть если я хочу сделать broadcast на всех, я хочу что-то отправить всем. Например, я пишу какой-то там типа ebay какой-то аукцион, я хочу всем отправить нотификацию, что цена на сумочку Gucci выросла на 100 долларов. Например, может вы уже не хотите эту сумочку, да? То есть я сразу бум и на всех, у меня есть информация по всем сессиям. Я могу вот здесь получить из сессии коллекцию вот этих всех соединений и в цикле это все отправить. Вот detail description написал внизу, конечно, слайды будут сегодня же выложены, так что не волнуйтесь. Это ссылочка на мой блог, где я просто детально расписал. По-моему, я там использовал GlassFish как сервер и JavaScript клиент. Spring Framework тоже поддерживает WebSocket. Пожалуйста, вот этот пример, как нужно делать Spring Framework на WebSocket. Это немножко по-другому. Там нужно Extend некий класс, но идея в принципе очень похоже. Чуть больше кода, чем Java E. Смешно сказать. В Spring Е надо писать больше кода, чем Java E. Факт жизни. Ну и про дипломент уже в конце. Мы уже уже over. То есть задиплойно было все с помощью Spring Boot. То есть все было запаковано внутри одного джара, который запускался. Просто этот джар можно было дать кому угодно, по умолчанию Spring Boot использует Tom Cat, уже встроенный сервер. Хочешь поменять, вот здесь написано как можно поменять. В этом примере конкретно если бы не хотели не Tom Cat, а JETI например, чтобы использовался и запаковывался в этот джар. Надо было такую конфигурацию добавить. Ну и по security естественно вендоры должны очень серьезно относиться к security. Использовать этот стоит протокол. конкретно не вот такая дырка security это между устройствами и прибором. Вот здесь тут что-то можно украсть. Еще пока непонятно как, еще более-менее свежая область не стандартизирована. Недавно был большой скандал в BMW. У них с помощью этих IoT система автоматического открывания дверей была сделана. Два миллиона украдено было, то есть два миллиона фактически машин можно было открыть с помощью вот этого дела. Ну и все, собственно, это все. Тут есть ссылочки. Книжка вот эта свежая, которая сверху. Вот эта книжка детская, выложена бесплатно. Вот, по-моему, тут ее нет ссылки, но сделайте Java программу for kids. Написал свежую буквально для детей с картинками. Восьмая Java, Java Effect, все там есть. А это старое прошлогоднее. Ну все. Спасибо. Я не думаю, что есть время. Есть время на вопросы? Ну, пять минут, может быть, если у кого вопросы есть. Вы используете OUS, вы использовали какие-то стандартные библиотеки, или бы вы сами программировали? Для OUS не нужны стандартные библиотеки. Вам нужно решить, кто будет провайдером OUS, пойти на этот сайт, и там расписаны просто REST API. Например, если сделаете поиск Google OUS сервер, вы увидите детально расписано, как пользоваться их. Но библиотеки устанавливать не надо. Просто делайте REST вызовы. То есть мы программируем сами это все? Нечего программировать, вы должны просто получить от них клиент и секрет, и вот программировать эти HTTP вызовы, и все. есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Минусы веб-сокетов не упомянули. Минусы может потеряться коннекция. Может потеряться коннекция. Был вопрос, какие минусы у веб-сокетов и есть ли они? Есть. Может потеряться коннекция, потому что в отличие от HTTP он же state-less. То есть приконнектился, отключился, приконнектился, отключился. А тут надо делать процесс по реконнекту. Если у вас получается он error, могут быть разные причины и, конечно, самое популярное, у вас потерялась коннекция. То есть вы должны делать обратный переход на коннект и, может быть, ошибку анализировать и реконнектиться опять. А больше я особо не вижу. Честно. он у каких-то сокетов? Он же ест что-то на сервере. На сервере что он ест? На сервере мы же держим все сессии тех клиентов. Если, допустим, тот же самый Google Мейн Пейджи... Это очень минимальная информация по сессиям. Там практически overhead нет. Подумайте о benefits, когда у вас нет вообще... У вас вместо того, чтобы гнать в ту сторону 300 байт, вы гоните два лишних, а у вас юзеров тысяча. Google гонит, потому что Google не хотел ставить себя в зависимость от тех, у кого... от серверов, которые не поддерживают, может быть, WebSocket. А может быть, они написали это раньше и теперь не хотят переписывать. Но если вы посмотрите внимательно, зайдите, когда американский сток-маркет открыт и когда вы видите цены, то вы можете увидеть, как через там каждую минутку такая загорается зеленая штучка. Reloading, то есть polling идет, polling каждый интервал. У них так написано, вы можете открыть их source. Даже на этом слайдике вы видите, я просто когда идет сток-маркет открыт, посмотрите внизу, зайдите в меню View Developer Tools, есть такое меню, и она вам будет показывать все, что бежит по сети. Посмотрите, и там видно, какие реквесты. Get Post. В принципе, этот же Google Developer Tools имеет такую вот, видите, закладочку вот здесь, WebSockets. Если бы это были WebSockets, вы бы видели фрагменты, как они идут, насколько они маленькие. Там так называемые фреймы бегут. Да. По поводу WebSockets. Вопрос первый, это load balancing WebSockets, что обычно проблема, то есть, как вы у себя это решали, еще не приходилось решать. Нам не приходилось, если честно, не буду вас обманывать, потому что у нас не так много юзеров, и мы в основном делали сервер-сайт push. Не приходилось, но я не думаю, что надо делать как-то по-другому, потому что мы идем все равно через тот же WebServer и через тот же порт 80-й. То есть, если вы используете там Engines или что-то такое, то это ничего не поменялось бы. Я не вижу, почему это должно поменяться, если честно. просто мы у себя практически столкнулись с тем, что… У вас много клиентов? Да. Это была игра с 150 миллионами установок. У меня нет такого лучше вы расскажите тогда. Суть в том, что за счет того, что это Stateful соединение, балансинг должен осуществляться либо с прерыванием сессии, то есть, одноминутной сессии, например, которые всегда прерываются, либо у вас будет стики серверов, которые… в случае, если у нас было, допустим, три сервера, между ними распределились коннекшены, растет трафик, мы скилимся до 10 серверов, то на первые три трафик будет гораздо больше. То есть… Ну, стики сешен это старая, старая, как бы, старая фишка, которая использовала и без, была использована и без WebSocket 20 лет назад. Да, и мы ее старались избегать, но тут ее избежать получается невозможно. У вас очень, конечно, нагруженное приложение, 150 миллионов людей. Установ… Ну, игроков официально. Одновременно, одновременно. Сколько может играть? DAW 500 тысяч. Ну, конечно, у вас огромное приложение, 500 тысяч коннекций. И все равно стоит оно, правда? То есть оно падает уже на очень больших. А представьте себе, что вы делали то же самое на HTTP серверах, на HTTP квестах. Именно на HTTP квестах оно и работает в данный момент. А, то есть вы не перешли на WebSocket? Нет. Мы делали research и отказались. Ну, ясно. Но вы теряете, соответственно, в оверхеде на… Вам теперь нужно иметь больше, большую производительность сетевых каналов. Это да. Но их гораздо легче скелить. И второй вопрос. Я в последнее время особенно активно двигал системы… Ну, мой выбор это Apache Sript, то есть протокольный генератор. Изучали ли вы их? И что можете сказать? Нет, честно говоря, мы не изучали. Мы стараемся держаться только стандартов, никуда не уходить ни в какую сторону. Нет. И HTTP стандарт, WebSocket стандарт. Дело я вот еще в чем. Я извиняюсь, уточню, что оно не диктует стандарты транспорта, по сути дела, и могут бегать поверх по HTTP канала. И у нас есть еще одна проблема. Когда разрабатываешь Enterprise приложение, как правило, в больших компаниях сидит команда, которая называется Enterprise Architects. Они стоят, как швейцары, и говорят не пущать. И через них пройти довольно трудно, поэтому мы стараемся избегать любого маломальского нестандартного. Хотя, наверное, можно было бы убедить. Нет, у меня нет опыта с этим. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Все, нет вопросов? Ну, хорошо, тогда спасибо, что приходили. У меня еще одна связь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ